Друзья, перед началом этого ролика займу у вас буквально одну минутку. Бескорыстная и бесплатная реклама моего коллеги-ютубера только начинает ранчо жизни белорусской деревни. Илья купил себе сгоревший дом, его сносит, приводит в порядок участок и строит новый дом. Возможно, вам будет интересен такой формат и такой контент. Так что, перейдите, посмотрите. Ссылочку я оставлю с закрепленным комментарием. Приветствую вас, друзья! Ну, как вы поняли из названия ролика, из превьюшки, я купил себе еще более старый дом на хуторе. Он вообще после военной постройки Первой мировой войны. Так что, вот, интересная история. Я думаю, вас интересуют вопросы вообще. Зачем я купил? Где я купил этот дом? И что будет с хутором Панаяна? Сейчас я вам про это все расскажу. Ну, первый вопрос, зачем я купил? Страсть у меня до старых домиков интересных, с историей. Поэтому, в принципе, и покупаю. Очень люблю отдаленные места, красивые пейзажи. Вы видите, дорога... Кстати, основная дорога не совсем далеко. Здесь грунтовая дорога. Вокруг липы. Человодством буду заниматься. Зачем я купил? Ну, так сказать, судьба мне его подтолкнула. Вот так вот случилось. Ну и самый... Самый главный вопрос. Что будет с хутором Панаяна? Сейчас рассказываю. Вы готовы? Итак, три, два, один... Та-дам! И вот этот прекрасный дом. Ему больше ста лет. К сожалению, крышу придется снести. И сразу же я отвечаю на ваш вопрос. Что же будет с хутором Панаяна? Вот, почему вокруг территория ухоженная? Да потому что я уже больше года работаю. Купил я соседский дом. И буду его разбирать. Соседка рассказала, что... Здесь выйдет отличная баня. Но что-то я сомневаюсь. Что из него получится баня. Хорошо, если бы немножко дровишек останется. Потолок, как вы поняли, провалился. Вот так вот. Теперь я эту территорию буду обрабатывать. Ну и когда-нибудь на этом месте что-нибудь интересное появится. Ну а пока, так сказать, зайдем во владение наше. Открываем супер замок. И не лень же было продевать. Ой. Ну вот. Собственно. Встречайте. А вот и рамочки. Видите, пчеловоды здесь тоже были. Даже диванчик вон там есть. Ну а здесь... Крыша обвалилась. Балка не выдержала. Джон, иди сюда. Иди сюда, быстро. И это предстоит все убрать. Интересно. Ну, если кто-то скажет, что здесь столько стройматериала. Друзья, если вам надо, пожалуйста, приезжайте. Я с вами поделюсь этим ценным строительным материалом. Забесплатно, если поможете разобрать. Ну, собственно, здесь освободится место. Я уберу его. Но у меня есть в планах здесь строительство. Но это в далеких планах. Здесь будет кормокухня, склад, зерна. Столярочку я здесь делаю. Ну, и, наверное, будет гаражик. Такой ангарчик мы построим. Вот. Так что вот так. И, кстати, вот это место тоже... Это место тоже будет со временем использовано. Я расскажу потом вам, когда дойдет до этого. Как бы планирую и это место использовать. Ну, все. Сейчас на этом я завершаю свой обзор. Внутри, извините, мало показал. Вот крышу хочу убрать. Тогда покажу побольше. Все, друзья. Смотрите следующую часть. На хуторе скоро появится электричество. А я приобрел на солнечных батареях вот такие фонарики. Все они идут с датчиком движения. Некоторые с тремя режимами работы. Вот эти просто загораются и тухнут от движения через 15 секунд. То есть вот датчик сработал, на 15 секунд загорелись. Эти можно сделать яркое свечение одним включением. То есть вот так оно светит. Потом можно, чтобы вот так светил. Ну, и такой полутуск вот у вас стробит на экран. Это на самом деле не стробоскоп. Просто еще один режим свечения. Тоже реагируют они на датчик движения. Срабатывает. И 15 секунд ярко, а потом тускло. Либо сразу просто тускло. Вот они горят, когда сработали. И потом отключаются. Ну, а также вот такой купил. Наподобие видеокамеры с пультом управления. Тоже с датчиком движения. Все они с датчиком движения. Все они на солнечных батареях работают. У меня есть опыт самых дешевых, без датчиков движения. То есть темно стало. Они загорелись и всю ночь до утра они горят. Это на туалете и на дровнике у меня такие висят. Ну, а эти я повешу на дом и на сарай там, где у нас наша грядка теплая. Ну, кроме того, что у каждого идет инструкция. Там хорошо есть и на английском языке. Но еще, конечно, еще, конечно, должны быть крепежи. Да, идет вот шурупики, бибельки, если надо. Ну, мне только надо шурупы. Так, рука не закрывает. Чем-то надо закрыть. Вот. Ну, вот. Установлен один. Так, ну, расскажу вам про устройство. Значит, режим на том я настроил, он будет загораться, когда там есть движение. Там дорожка недалеко, то есть если кто-то только идет, он загорится. Здесь я настроил, он будет постоянно этот угол освещать тусклым таким светом. Вот. И если вдруг сработает датчик движения, то он загорится во всю мощь. Всю ночь он будет тускло гореть. Потом, если, то есть, срабатывает на движение, загорается устройство их внутри. Там небольшая платка управления, контроллеры там стоят разные. То есть, стоит небольшая солнечная панель, стоит аккумулятор. 18, 650, наверное, вот такой вот стоит. И диодов. В данном случае здесь 100 диодов. И есть вот у меня на 20 и на 30 диодов. Ну, и плюс ко всему датчик движения. И кнопочка сама, стандартное включение и выключение. Все соединено там проводками. Там все элементарно, просто. Пишут, что они там влагозащищены. Ну, защищены только сами панели, они залиты. Также эта платка, она там даже не залита никаким компаундом. Просто она в такой коробочке стоит. Туда вода, ну, очень тяжело туда попасть. Вот. Аккумулятор обыкновенный, то есть, окисляется, если туда попадет влага. И произойдет там коррозия. То есть, ну, рассчитан на то, что они стоят очень дешево. И поменять, как бы, ничего не стоит. Ну, у меня уже вот там на туалете вдали и на дровняке они стоят давно и работают хорошо. Здесь всего один шуруп. Один шуруп, один режим. Ну, я хочу вам сказать, что лучше такие не покупать. Купить лучше на 100 диодов, в которых есть режим такой тусклой подсветки. И когда они загораются ярко, когда срабатывают на датчик движения. Вот тогда та штука хорошая. А эти, ну, в принципе, имеют тоже место быть. Но просто, если бы они стоили дешевле. Там рубль, даже пускай 2 рубля, разницы, как бы, не играет такой роли. Те будут повыгоднее. Хочу сказать, что устанавливать их стоит не совсем высоко. Потому что, во-первых, под крышей меньше солнца будет попадать. Хуже будет заряжаться аккумулятор. Во-вторых, датчик движения, который срабатывает, датчик движения, у него, то есть, радиус действия там 3-4 метра. Поэтому не стоит его так высоко поднимать. Такого цветения я в прошлом году не наблюдал здесь. Все очень сильно цветет. Каждая яблонка, каждая. В этом году удался май как раз к цветению яблок. Ну, яблок, яблонь. Все цветет. Некоторые уже чуть-чуть подцветали, вот тем, которые ранние. Ну, а вот здесь вообще. И даже пчелы сейчас, когда идет дождик маленький, они все равно работают. Молодцы пчелки. Буду косить газонокосилкой. Трава выросла, надо покосить. Кусочек вам покажу. Ну, и какой-нибудь следующий день объединю. Потому что материала сегодня будет мало. Козьбу вам не снимать не буду. Вот, единственное, что пока стою здесь. Вот так растет мята. И сейчас дойдем с вами до второй мяты, которая возле дома. Потому что возле сарая мята растет хорошо. Ну, травичка шибанула. Это меня радует. Видите, тут еще не закопано все. Может быть, когда уже выйдет ролик этот, будет уже все закопано. Ну, неизвестно. Короче, ждем кольца для канализации. И уже тогда одним махом, чтобы 10 раз не вызывать трактор. Потому что накладно, накладно. Так, идем. Тоже растет мятка здесь вот уже. Видите, сколько она дала. Пчелы гудят. Потому что у нас вот такая красота. Друзья, вот такая. Просто это волшебная красота. Обязательно. Скоро же когда-нибудь. Станет полегче. Меньше работы. И можно будет уже не на минутку вот так вот останавливаться. Наслаждаться. А просто остановиться. И целый день отдать для релакса. Для просмотра всех этих пейзажей. Ну, или заниматься чем-нибудь интересным. Потому что в голове проектов очень много. Что захочется мне реализовать на хуторе. Поэтому буду наслаждаться и работать. Но чуть менее интенсивно. Потому что, ну, сейчас был очень тяжелые были дни. И хочется снять. И хочется... Больше хочется поработать. И хочется смонтировать получше и интересней. Ну, на все, на все не хватает, к сожалению, времени. Ну, ничего. Все обязательно успеем. Я вам просто иду. Показываю все наши красоты. Кошу я вот на такой. Газа на косилке. Это самоходная. 51 сантиметр. Ширина захвата. Ну, покажу я уже, наверное, раз ей восьмой. Купил в этом сезоне. Вещь отличная. Не очень шумная, кстати. В наушниках, если ходишь. Отлично. Можно слушать аудиокниги. И ходить. Рычажки только. Держи. Вот сейчас заправил. И пойду ходить. Обзор этой косилки у меня был на моем лайв-канале. Кому интересно, можете перейти посмотреть. Как она приходит в коробки. Как ее собирал я. Ну, такие общие характеристики. Посмотрим, как она отработает сезон. Сыпет мелкий дождик. Я хочу вам показать. Вот. Как цветут сады там, где человек есть. И где человека нет. Я начал выкашивать этот сад. Ну, так. Чуть-чуть. Я не лезу вглубь. Ну, вот видите. То есть. Цвета не совсем много. Больше вот сюда, где у нас выкашено. И посмотрите. Как цветут яблони. Ну, где мы косим. Где мы ходим. Где обрезали их. Ну, понятно, что здесь еще, конечно, затеняют большие клены такие. Ну, может он будет еще свистеть, но чуть попозже. Это тоже хорошо. Будет попозже. Тоже поддерживающий взяток для моих пчелок. Ну, а газонокосилка косят. Кошу я. Всыпал дождь у нас. Я уже косил много. Ну, практически все время с дождем. Был маленький, сейчас усилился. Видите, как красиво. Как красиво, а? Правда? Смотрите, что покосило еще. Идем, я вам покажу. Ну, тут у нас мы сжигали мусор. Вот, он еще пригодится нам. Это мы не убираем его. Еще будем убирать мусор. Покосил я немножко вот этот сад, который плохо цветет. Вот. Видите, выкосил тут все. Ну, туда дальше не лез. Там много палок. Здесь мы эту часть чуть-чуть почистили, крупные убрали. Но все равно вот такие вот мелкие есть. Ну, а дальше тут я там прокосил себе дорожку. И вот здесь я прокосил себе дорожку. Чтобы попасть в другой сад. Вот так у нас тут красиво. Протер камеру, то попала вода. Хороший дождик пошел. Ну, это радует. Конечно, трава пойдет расти, но тоже все польет. Это неплохо. А то все было сухом. Потом я выкосил вот здесь. Видите? Вот. И прокосил себе тут стежечки ходить. Тут уже не косил. Тут тоже не убирали. Тут много сауков. Вот тоже островы. Тут и камни, и ветки, и сучья большие, которые не проедешь. Это надо триммером подкосить. Ну, вообще, вы видите, как уже становится красиво, да? К яблоньке выкосил тоже. Ну, все, где можно кашу. Конечно, мокрая трава косится намного сложнее. Намного тяжелее идет козу на косилке. Вот это дерево уже отцвело. Листопад у нас. Листики эти от цветочков падают. Так, дальше идем. Ну, само собой, здесь. Вот, смотрите, видите, какая территория красивая. Тут я чуть-чуть захватил. Там не к чему. Ну, здесь дорожку пропилил себе. Вот, видите, широкая магистраль какая стала, да? Красота просто. Сразу плюс 25 в красоте. Ну, потом вот здесь пятачок. Тут еще канава эта не закопана. Мешает мне. Так, вот. Вот здесь я все покосил. Только остался вот здесь пятак не выкошен, уже заглох. Три раза заправлял. Это выпалил три бачка бензина. Тут вот осталось. Вот там я с той стороны, видите, так вот я похожу по квадрату такому прямоугольнику. Так. Тут же вот все, в тот же кашу. Все. И вот здесь я тоже прокосил. Первый раз ездил. Далеко там, по центру еще тоже пропил такой есть. Прокос. Ну, подсохнет до кашу, потому что мокрая. Во-первых, сам взмок весь. А у нас уже начинает распускаться вот сирень. Ну, погода не сильно холодная. А завтра уже чуть холоднее будет, а послезавтра уже снова будет тепло. Ну, в этом году такие шикарные сады, так красиво. Это мне за мои труды. Я говорю, спасибо за такую красоту. Я очень этому рад. Красота. Ух ты, вообще просто. Вот на минутку останавливаешься, смотришь, и просто класс. Ладно, все. На этот день заканчивается. Так, с утра я тут копаюсь уже своей газонной косилкой. Вчера я ударил об пень очень сильно с ухи. Меняю нож. Тут одно ушко, которое отвечает за мульчирование. Вот оно вверху отломано. И сломали здесь вот такие шпонки. Я сейчас посадил на болты. Такая деталь стоит 7 рублей. Естественно, в нашем городе ее нету, надо заказать. Сейчас вот пока временно так поставил. Тут шпонка. Ну, и буду прикручивать обратно тут. Отцентровал ее как вот мог. в принципе, вибрации не будет. Все, сейчас ставлю обратно новый нож и поеду косить. Вот так выглядит газонная косилка уже изнутри восьмой раз косил. Ну, то, что краска обувливается, это ерунда. Вчера ее помыл хорошенько. Сейчас установлю, зажму все и пойду косить. Ребята, как приятно полежать на своем газончике. Два дня я его косил, но все укосил. Сейчас вам покажу. Здесь не стал косить. Тут цветут одуванчики и очень много пчел работают в одуванчиках. Несмотря на то, что у нас вот такая красота и цветут вот так вот все сады. Гул стоит неимоверный. Сейчас уже сегодня достаточно прохладно, но пчелы все равно работали. если прислушаться, то гудит все. Все цветет, даже эта раныточка как обильно. В этом году сады цветут неимоверно. Просто волшебство. Ну и вот там вы видите тоже выкошено. Везде, где одуванчика не было, все покосил. Одуванчики оставил. Пчелы работают еще. Несмотря на то, вечер вообще недопоздна. Я посмотрел даже часов в 9 вечера они все еще летают и приносят обножку. Ребята, ну а еще я вас приглашаю на свой лайв-канал, подписаться и там видео выходит про пчел, про то, как я доставал пчел из-под пола, которые мои пчелы жили. Это было что-то с чем-то. Зайдите, обязательно посмотрите, кто еще не видел. Прилетел дикий голубь. Вот он. Ну что, голубушка? Красавчик ты или красавица? Вот такая природа у нас. Ну давай, ку-у-у-у-у-у. Ку-у-у-у. Делай. И не боится. Вот смотрите, села. Я разговариваю громко. Либо что ли. друзья не забывайте поставить лайк я вам говорю до следующей серии следующей серии раскрою еще один секрет столетнего дома на хуторе так что не переключайтесь кто еще не подписан подписывайтесь я желаю вам здоровья пока а